А вы знаете, куда уходят ваши персональные данные? Социальный ролик с таким слоганом открыл церемонию подписания кодекса этической работы в сети интернет. В зале собрались все заинтересованные стороны – юристы, айтишники, представители вузов, различных ведомств и министерств. Все, чья работа так или иначе связана с информационными технологиями. Мировой и российский опыт показывают, что современные информационные технологии, кроме новых возможностей, несут и угрозу нарушения прав и свобод личности. Блуждая по просторам интернета, мы все рискуем персональными данными. Пока от утечки информации никто не застрахован. Но работа в этом направлении ведется. В республике подписали кодекс добросовестных практик в сети интернет. Инициатором выступил Роскомнадзор. Главная цель кодекса – сделать безопасным хранение персональных данных. Будь то социальные сети, портал электронных услуг, личные дела, которые хранятся у кадрового работника. И другие сведения, которые попадают в паутину. Впервые кодекс был представлен в Москве в ноябре прошлого года. Тогда в присутствии руководителя Роскомнадзора Александра Жарова подписи под кодексом поставили 24 организации и коммерческих компаний. В их числе ассоциации российских банков, ассоциации руководителей служб информационной безопасности, Российский союз автостраховщиков, Российская детская и государственная библиотека, крупнейшие операторы связи, Почта России, Ростелеком, МТС, Вампелком, Мегафон. Сегодня мы, подписывая данный кодекс, подписываясь под этим кодексом, берем на себя ответственность, что действительно мы постараемся быть правильными в сети интернет. Мы несем за свое сказанное, за свои комментарии ответственность. Вот это самое главное. Я думаю, когда вместе беремся за большое дело, как уже было сказано в начале, мы это дело выполним. Подписание кодекса различными организациями возлагает на них ответственность за создание безопасного интернет-пространства на основе законов. Этим вопросом должны озадачиться специалисты по кадрам, по информационным технологиям, юристы. Огромная ответственность ложится и на медиков. С января будущего года ведомствам запланировано выдавать электронные медицинские справки, выписки из истории болезни. Мы понимаем, что это все-таки медицинские данные, и мы эти данные должны охранять. У нас в республике построена защищенная республиканская медицинская корпоративная сеть передачи данных. Функционер, как сегодня уже Александр Степанович отметил, что у нас единый центр обработки данных. Это очень значимо и важно. В республике уже немало сделано для защиты персональных данных населения, но предстоит еще немало. Ведь информационные технологии не стоят на месте, нужно успевать выстраивать безопасную интернет-среду. Об этом речь шла и на рабочей встрече министра информационной политики Чувашии Александра Иванова с руководителем управления Роскомнадзора по ПФО Натальей Альхимович.